Всем привет! Уже возможно 28 мая нам покажут новую оболочку от компании Xiaomi MIUI 11. На канале уже есть видео, где я рассказывал о тех новинках, которые следует ожидать, о телефонах, которые не получат новое обновление и о рекламе в MIUI 11. Ну а сегодня пойдет речь о новых фишках, которые компания планирует реализовать в новой версии оболочки MIUI. Кстати, чтобы быть всегда в курсе всех новостей, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Первое, с чего начнем, новая анимация при создании скриншотов. Как по мне, разработчикам стоит сконцентрироваться на других проблемах, которые нужно устранять в оболочке MIUI. Но если посмотреть на нынешнюю анимацию скриншотов, то я не вижу смысла что-либо переделывать, хотя разработчики могут нам тем самым сделать некий сюрприз с этой фишкой. Следующее. Новые инструменты, кисти и ластик для использования в приложении заметок. Это уже куда интереснее, нежели первый пункт в этом видео. Набор этих инструментов действительно нужен в заметках, ведь иногда без них, как без рук. А пользователям, которые делают вправки в галерее с помощью этих возможностей, будет еще легче переключиться и на заметки. Переходим дальше. Интеллектуальное удаление пауз, по типу запинок, э и м. Вот это уже действительно неплохая заявка на улучшение оболочки MIUI. Тем самым разработчики дадут новый спектр возможностей для стоковых приложений. И надеюсь, мы сможем это оценить уже в скором времени. В новой версии MIUI разработчики хотят ввести что-то по типу детского режима. Детский режим с соответствующим оформлением интерфейса и контентом, системой контроля родителями времени использования смартфона и запуска приложений. Это позволит обезопасить детей от нежелательного контента и прочих гадостей в интернете. И последняя новинка. Физиологический ассистент, позволяющий вести мониторинг физической активности, а также давать связанные с этим советы и прогнозы. Хотя интересно другое. Насколько будут точны показатели этого приложения? Ведь специальных датчиков для измерения физической активности в телефоне нет. Что же, теперь остается дождаться презентации MIUI 11, и узнать все детали новой оболочки от китайских разработчиков. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT, все это находится там. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, если оно вам было интересным, а также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья и всем до новых встреч.